Добрый день! В этом видео я хотел бы поделиться опытом по изготовлению катушек Мишина. Давно собирался внести свой вклад в это благородное дело, повышение уровня здоровья всего живого на земле, ну и избавление от многих болезней и соответственно продление жизни. Ну а что это за катушки или чего они, то узнаете уже в гугле. Так как подобный ликбез требует огромного времени для посвящения. Я же приведу обучение создания с такого родня, кто знает о чем речь. А пойдет речь о намотке катушки, которая называется тором или бубликом. Ну конечно можно и вмотать просто на глаз, там чуть ли не на руку и возможно она после этого будет работать, приносить даже тоже какую-то пользу. но чтобы был максимальный эффект надо все-таки придержится некоторых правил и особенностей. Нужна оснастка для этого более-менее приличная, чтобы не намотать просто так на коленке, а чтобы было все по-серьезному. Для этого требуется конечно обычно какие-то сложные устройства, станки, оборудование, специалисты, для того чтобы сделали нормальную оснастку. Я же предлагаю создать такую оснастку, которую можно сделать буквально за полчаса. Прямо вот не выходя из дома. Главное дающее вам возможность наматывать катушки с правильным результатом. Сперва расскажу о разновидности катушек торов. В подавляющем большинстве это катушки с бифилярной намоткой, то есть намотанные двумя проводами. Но есть еще три филяры. Вот это вот вообще на четыре провода намотано два по два. Есть которые мотаются проводом МГТФ. Это вот самое лучшее, что есть в фторопластовой изоляции. Есть которые применяются в компьютерных локальных сетях витая пара. Но желательно чтобы эта витая пара была из алюминия омедненная. То есть не чистая медь, а именно омедненная. Это дает больший эффект. Но все одно вот эти катушки, которые святой пары или вот как размотанная витая пара, уложенная бубликом в таком виде. Они все не настолько эффективны, как катушка на МГТФ. Вот даже такие экзотические варианты. Иногда проходят. Люди мотают вообще там какие-то свастики комбинированные, складывают вместе. Вариантов очень много. Но по-любому как бы ни было самое лучшее получается классика. Классическая модель. Без всяких там изъянов. Я пробовал естественно десятки всяких разных вариантов. Но вот остановился все-таки на этом. Но самое лучшее по моему мнению это стандартно все-таки. Все остальное как бы сказать рядом не лежало. Своё мнение хочу подкрепить тем, что более четверти века занимаясь парапсихологией и проэнергетическую наполненность живого организма знаю далеко не понаслышке. Сам провожу диагностику, биополию, ее коррекцию. Вот по моим многочисленным введением самую чистую статику он дает бифилярингом МГТФ. Поэтому катушку будем мотать из него. Правда все это до сих пор я абсолютно все показывать не буду. От сих до сих как это иногда часто бывает. А только ключевые моменты. Поэтому придется так сказать показывать это все как бы несколько с конца. Чтобы это все ускорить процесс. Правда у меня еще с автобусских времен остался маленький станочек. Почти детский, но очень интересный. Но мы постараемся обойтись без него. Я покажу конечно о нем и конечно я не в таких ситуациях мотаю, а в более удобных. Это просто чисто для камеры. Но чуть позже я покажу как вот например вот на этой п-образной коробке сделать так, чтобы можно будет мотать катушку нормально. А сейчас я покажу особенность этой оснастки. Во-первых эта оснастка собирается с разных трубок. Типа сантехнических и тому подобное. Вариантов может быть масса. Трубочки можно находить где угодно, как угодно. Но главное что тут такое как бы оптимальное должно быть. Хотя опять же это по мнению всяких товарищей, так сказать более может высокого уровня, так сказать гуру. Они считают что катушка должна быть намотана так, чтобы соответственно была равна диаметру 53 миллиметра. То есть четверть волны 211 миллиметров. Я думаю знаете что это такое. И вот и получается что если взять подходящую оснастку. Вот например у меня труба применена где-то 43 миллиметра. Если мотать на эти 43 миллиметра сделать соответствующие боковины и получается вот на 0.12 но на 24 жилы есть такой провод он утолщенный, то есть он есть 0.12 более тонкий, это более толстый. Получается такой вариант вот где-то 40 на 66 грубо примерно. И она имеет как бы одинаковую высоту и ширину намотки самой. Примерно. Вот такие параметры старается обычно вогнать. Ну я честно говоря считаю что это не столь важно. Важнее ее сборка, которую я сейчас показываю. Теперь смотрим вот на эту оснастку. Труба как я сказал уже может пластиковая, любая может быть определенного размера. Делаются боковинки. Вот тип от таких вот вырезается это все из пластика. Пластик можно взять. Вот куски вот такого пластика. Есть в каждом городе рекламные бюро, в которых делают оформление витрины и там подобное. Вот там применяется вот этот пластик. Отходов у них всегда много. Можно к ним прийти, попросить. Они бесплатно дадут. По крайней мере мне не отказывали. Это уже если заказываешь у них что-нибудь там самим сделать, они да конечно могут попросить, чтобы заплатили. Но это можно и самому вырезать. Вырезается вот таким ножиком. Режется ну просто как по маслу. Поэтому можно любую конфигурацию очень сложную вырезать и все будет нормально. Тем не менее этого достаточно абсолютно по уровню крепости для того, чтобы можно было мотать то, что нам надо. И дальше. Вот здесь вот вставлены специальные стяжки. Точнее не специальные, это стандартные обычные стяжки для проводов. Вот в пазы специальные, которые я объясню сейчас немножко. Вот они вставляются в пазы и когда мы наматываем эту катушку, мы наматываем внутрь этих пазов. В конечном итоге, когда мы эту катушку намотаем, мы эти стяжки приподнимаем, стягиваем и зажимаем. В конечном варианте вот получается, что катушка уже зажата. И мы потом ее со снастки просто снимаем и все, раскручиваем вот эту вот боковину. Особенность, которая я считаю важна. Хотя тоже есть деятели, которые считают, что катушку можно мотать как хочешь. Просто намотал ее в навал, без разбора и все. Вот одно могу сказать, что при этом теряются важные свойства. Точнее не сильно не теряется, но, как говорится, каждый грамм, каждый миллиметр нам важен. Значит, когда мотаем, соблюдаем вот еще что. Я тоже обычно вот этих два провода, это бифилярная намотка и мотаем мы в два провода. Во-первых, они должны быть желательно всегда параллельны и как можно ближе друг к другу, когда мы мотаем. Разделять их надо обязательно на две катушки. Причем вот на этой оси катушки должны немножко притормозить, очень слегка. Вот я, например, подкладываю поролончик туда. Вот и они получаются, потому что если их не притормозить, они могут как бы рассыпаться, раскручиваться и начнется тут неразберихом. Постоянно приходится придерживать тогда их и все. А так они свободно чуть-чуть притормаживают и здесь вот тогда проще все мотать. И вот мы спокойно мотаем виточек к витку. Вот так вот подводим, потихонечку поджимаем. Вот доходим один слой, второй слой туда-сюда потихонечку вот так. Конечно, чем дальше будет выше намотка, тем будет сложнее соблюдать вот эту параллельность этих проводов. Но старайтесь как можно максимально приблизиться к этому. Для чего это вообще необходимо? Дело в том, что если мотать в навал, тогда вот эти особые свойства катушки, когда она входит в резонанс, они рассеиваются. Получается, что резонанс из-за чего возникает? Когда вот эти вот два провода плотненько друг к другу параллельно идут. Это хорошо видно в плоских катушках, там это хорошо соблюдается. Там виточек к витку просто обязательно. А вот здесь почему-то некоторые считают, что в торах, бубликах можно как хочешь. Что неправильно. Вот наматываем, доматываем. Полностью сматывается. И когда уже оно все заполнится определенного размера, как я уже говорил, мы эти стяжки немножко приподнимаем, затягиваем и обжимаем. Причем желательно еще, может даже вот пассатижами еще зажать, чтобы оно еще плотнее закрепилось. И вот когда оно с четырех сторон будет зажато, мы аккуратно снимаем вот этот боковой ограничитель. Сейчас-то у нас, конечно, это все не зажато было как надо. И вот эта катушечка, она свободненько выходит. Здесь вот есть отверстия тоже в боковинке. Здесь у тебя, например, изоленты, концы, чтобы они не болтались и не выскакивали. И вот это все выходит. Так что вот эта конструкция состоит вот из таких частей. Значит, можно, конечно, сделать просто вот эту вот одну катушку. Вот это основное. До сюда. Но я сделал комбинированную, потому что здесь еще собираюсь тоже также вырезать пазы. И сделать вот, например, для того же МГТФ 0.12, но более тонкого. Вот для более толстого вот этот размер подходит. А для более тонкого подойдет больше вот этот размер. По крайней мере, чтобы оно, так сказать, совпало как ширина, так и диаметр. Вот тогда что у нас получается. Мы выпиливаем вот это вот, так как пластик, вот эта труба обычно, конечно, тверже, не так, как вот этот пластик, он вообще почти как масло, если хорошие скальпель есть. Здесь ножовочкой вырезаем пазы полностью. Вот эту боковинку делаем точно такую же. Вот они две одинаковых. Только эту вставляем сюда. Ну и как у меня, например, могу сказать размер. Но именно для этого провода. Вот где-то 15 миллиметров у меня внутренняя сторона. Как я сказал, труба 42 почти. Крестообразные вот эти вот идут пазы. И в этих щечках, боковинках, делается как раз вот по этим пазам углубление где-то на миллиметра два. Если у вас, например, этот пластик там 4 миллиметра, то получается, что еще 2 миллиметра запаса остается. Вот зазорчик. Когда мы это дело делаем, вот так вот, и закрепляем, то у нас получается, что мы вот эту стяжечку туда вставляем, и она фактически автоматом там закрепляется. И вот когда мотаем катушку, как я уже сказал, зажимаем, затягиваем и спокойно снимаем. И у нас все красиво, аккуратно выходит. Вот как эта катушка. Вот если присмотреться, не знаю, хорошо видно, нет. Вот она очень равномерно. Даже видно, что внутренняя часть, вот эти все вот проводочки, они прямо как вот один к одному лежат. Когда пережимаешь, она тоже немножко пережимается. Ну и потом дополнительно там, если 4, то еще потом дополнительно затягиваем еще. И обычно 4 на 4. То есть 8 стяжек. Но стяжки это временное. Для того, чтобы сохранить, как говорится, контур этот самой катушки и для следующего этапа. Значит, вот тут мы заканчиваем с этим, со станком. И сейчас я постараюсь показать, как можно сделать, если нет у вас станка. Вот, например, или у этих рекламщиков, ну или сами, делайте вот такой вот типа П-образный вариант. Или из пластика, или из фанеры, из досок, ну чего угодно. Вот примерно такой же и длины, где-то 20-30 сантиметров. Шириной, ну, 10-15 сантиметров. Вот. И что потом делаем? Вот сюда, например, но я не буду, конечно, тут сверлить. Делаем отверстия боковые. Загоняем туда штыречек какой-то. На них пойдут вот эти вот катушки. Вот, к примеру, да, две катушки. Туда загоняем. И тоже поролончик, как я сказал. Вот. А здесь мы ставим ось. Ну, к примеру, вот так, да. Тоже так, ну, у меня какая нашлась длина такую нашел. То есть вот тоже вот так здесь просверливаем. Ставим такую, ну, уже это будет винт. Желательно с резьбами по бокам. Ну, или тут шляпка и резьба по большим. Вот. Чтобы оно как раз, так сказать, выходило и сюда, и сюда выход был. Ну, на самый такой простой случай делаем вороток. В более, так сказать, техническом случае, ну, подключаем какой-нибудь. Вороток. Или моторчик. Или еще что-нибудь. И уже сюда. Соответственно, отверстие стараемся. Вот у меня станочек. Там специальный есть зажим, поэтому здесь широкий. А так можно было тоже здесь это закрыть отверстие и сделать вот таким вот маленьким. Туда вставляем это все вовнутрь. Зажимаем, вставляем стяжечки и наматываем. Вот здесь делаем небольшое отверстие, чтобы можно было пропустить спокойно вот первые витки, которые идут. Вот концов провода сюда. Закрепляем, например, какой-нибудь изолентой. Ну, или зажимчик можно специально сделать. Это уж кому как интересно. Факт то, что вот такая конструкция позволяет автоматизировать процесс довольно-таки серьезно. И сделать очень все аккуратно. Убираем эту всю конструкцию. И подходим дальше к катушкам. Вот это у нас, так сказать, после намотки. Что мы делаем дальше с ним? Конечно, можно так и оставить. Можно пообрезать концы. Вот это все вернуть вовнутрь. Вот. Замотать или изолентой, или еще чем-то специальным таким, чтобы позволяло все-таки соблюдать его форму. Ну, и гигиенично, чтобы было. Потому что это же будет использоваться на теле. Соответственно, оно какую-то гигиену должно, так сказать, там спиртиком, чтобы протереть. Оно там не развалилось. Вот. Вот. Но я, например, делаю еще так. Ну, это вообще-то не я, так сказать, первый. Это вот, если кто знает, такой в сфере изготовления, так сказать, этой вихревой медицины. Валентин Дондорф, он мне подсказал, так сказать. Я, в принципе, считаю что-то правильным. Что делается дальше. Вот. Берется парафин технический, ну или тот, который свечки там, всякие парафиновые большие в магазинах продаются. Стоит недорого. Берется канифоль, желательно хорошая канифоль, такая пожелтее. Берется вот, вот этот пластик с таких пистолетов. Ну, его немного надо. И канифоль не так много надо. В основном, это парафин. Все это вот, берется металлическая емкость, разогревается, все это туда закидывается, оно потихонечку расплавляется и становится такая жидкость где-то под градусов 170, как я мерил. Это все тщательно надо перемешать. Лишнее там, если какие-то там фракции попадутся, все это лишнее убрать. Тем более, часто бывает так, как канифоль это смола, там часто всякие там лишние запчасти бывают ненужные. Вот. И разогреваем вот этот вот, эту жидкость делаем. Доводим ее до кондиции, чтобы там пузырьки некоторые такие шли. И вот эту катушку, вот в таком виде со стяжками, со всем этим делом, опускаем в эту кипящую, ну не кипящую, а в горячую жидкость. И оставляем на минут 5-10. Почему долго? Потому что там вот воздух внутри, и он потихонечку будет выходить, пузыри такие. Вот когда они более-менее перестанут выходить, вытаскиваем и кладем на какое-то место, чтобы оно во-первых стекло лишнее и застыло. Вот когда оно застынет, оно становится уже почти как деревянное. Это во-первых. Во-вторых, оно приобретает еще некоторые свойства дополнительной статики. Да, и еще один секрет, так сказать, есть интересный, который тоже дает пользу до повышения эффективности. То есть вот после того, как пропитали этой адской смесью, и вот поставили остывать, сюда подключаем высокое напряжение. 1015-25 тысяч вольт. Ну, маломощный любой генератор, который сейчас их полно. И вот именно в процессе застывания вот этот вот высоковольтный генератор должен быть сюда подключен. Ну, естественно, его надо расположить так, чтобы не было металла, и чтобы вы не случайно не могли коснуться, чтобы вас там не тряхнуло. До полного остывания. Вот когда оно остынет, полностью остыло, потому что оно будет долго, где-то оно полчаса-час может остывать. Эти стяжки можно обрезать, они уже лишние. И вот после этого, соответственно, там уже припаиваем провода, какие нам надо. Или, может, разъемчик. Это уже как кому нравится. Заматываем изолентой или еще чем-то покрываем. И вот она готова к потреблению. Вот такие вот нюансы. И получается катушка, которая имеет статические свойства. Именно этой статикой лечебные свойства приобретает. Вот у меня есть такие индикаторы, которые показывают. Тут, правда, очень светло, но все равно видно. Вот видите, как горит. Вот представьте себе. Вот эти светодиоды по полватта. Вот тут вообще 6 светодиодов. Видите, что творится. Ну, про эти индикаторы. Вот такие, такие. Более стандартные, которые применяют. Вот такие, вот такие варианты. Это я уже как-то в следующих занятиях расскажу. И еще расскажу, конечно, про такие катушки. Как их правильно мотать, тоже какая оснастка может понадобиться для того, чтобы аккуратно, равномерно и правильно их намотать. Тоже МГТФ-провод, конечно. Различных размеров и тому подобное. Так что, вроде ничего не забыл, все рассказал. Да, тогда на сегодня заканчиваем. Огромного вам здоровья, успехов. И лечитесь. Это важный момент. Я знаю, что люди очень с опаской сперва к этому подходят. Но когда опробуют, потом, как говорится, за уши не оторвать. Все, будьте здоровы. Всем счастливо. Во-вторых. Продолжение следует...